Приветствую вас, и проблема у вас, конечно, довольно обширна, именно с точки зрения психологии. То есть да, может быть у вас и здоровье влияет на вас. Вот. Но я думаю, что дело здесь отчасти, отчасти дело здесь, конечно, именно в психологических факторах. Вот. И что-то мне подсказывает, что именно с ними нужно разбираться. Значит, первое, что я бы вам рекомендовал, это обратиться к врачу, психотерапевту, либо к психиатру, для диагностирования у вас, ну, значит, болезни, депрессии. Потому что вот, то, что вы говорите, что вы были в депрессии полгода, так вот сейчас у меня такое ощущение, что вы продолжаете быть в депрессии. То есть ситуация вообще не изменилась. По моим ощущениям и впечатлениям, вы до сих пор в депрессии. И естественно, что депрессия вам мешает. Она мешает вам жить дальше, она мешает вам смотреть на мир позитивно, она мешает вам видеть хорошее. Депрессия, она мешает вам удовольствовать хорошее, получать удовольствие от хорошего и так далее. То есть депрессия это, в общем, довольно серьезное заболевание и, как мне видится, оно у вас, ну, по крайней мере, его проявление, проявление депрессии у вас имеется. Это, пожалуй, первое, что я хотел бы вам сказать. Значит, второе, второе, второе это то, что, значит, представляют из себя ваши отношения с вашей мамой. Ну, кажется, вы знаете, студентное удовольствие, она пила, студентное удовольствие, она поступала и поступает, как я понял, очень эгоистично по отношению к вам. Несколько странно выглядит, что вы продолжаете с ней взаимодействовать. То есть, несколько странно выглядит тот факт, что вы продолжаете с ней участвовать в каких-то мероприятиях, в каких-то событиях, в каких-то, ну, каких-то делах. То есть, да, понятно, безусловно, понятно, безусловно, что вы можете сказать, что у меня нет выбора. И понятно, безусловно, что это ваша мама. Но, тем не менее, обиды, обиды, которые, ну, которые на вас давят. Со стороны той же, той же мамы, например, и так далее, да, обиды, которые на вас давят. Они очень мешают вам. И, как мне видится, как мне видится, что вам необходимо эти самые обиды свои прорабатывать с мамой. Откуда у вас обиды эти, значит, с чем они связаны, ваши обиды, и так далее. Это все очень серьезно, то, что у вас происходит. И до тех пор, пока обиды проработаны не будут с мамой, да, то есть ее отношение, ее поведение, ее... Ну, в основном, конечно, ее поведение, отношение к вам, это вот прямо основное. То, что сильнее всего на вас давят. Как это видится мне, конечно же. Вот. Значит, это второй момент. Обиды на мать. То есть проработка детско-родительских отношений и, значит... купирование тех последствий, тех идей, тех установок, которые вам родители, а, значит, мама, ваша дедушка и бабушка транслировали. То есть проработка установок ваших. Это очень важный момент. То есть очевидно, что вас приучили те же, например, родители, что вы всем должны, вы всем обязаны, вы ответственны за все. То есть... Рилплощадь не ваша, вы мне никогда не учили, но вот, пожалуйста, давайте действуйте, 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 действуйте. То есть, если вам рилплощадь не нужна, что мешает? Просто переписать ее, например, на бабу обратно, проработать ее и все. То есть как угодно. Просто проработать ее хоть в таком виде, но за... там, понятно, за более низкую цену, но зато, по крайней мере... по крайней мере, она не будет давить вас, она не будет давить вас, как бы вниз, вот. Понимаете? А так... Получается, что вы очень-очень под сильным давлением, под очень-очень сильным давлением вы находитесь. Вот. И я не думаю, что это... это... сколько-нибудь для вас хорошо. Далее. Следующий важный момент. Это момент вашей самооценки, момент вашего... самолюбия. Это момент... эээ... того... как вы себя воспринимаете. Это момент... ээээ... аээээ... оно же... принятия себя. И здесь, эээ... мне тоже, эээ... видятся определенные проблемы. именно у вас. Потому что... ну, если вас... ваша мама... не любила и... постоянно вас как-то... принижала, постоянно... эээ... не позволяла вам быть собой, то вряд ли вы... эээ... ну, вряд ли вы... эээ... как-то вот... считаете себя достойным, достойным. Вот. И, соответственно... мнение о себе... которое у вас есть... эээ... эээ... представление о себе... которое у вас есть... эээ... их нужно, естественно, тоже менять. и... я... не... не совру, если скажу, что... для вас это... сейчас... одна из самых главных задач. То есть, одна из самых главных задач не в том, чтобы вы успели... поехать... куда-то. Не важно куда, в Украине или куда-то еще, это не важно. Дело не в этом. Это не главное. Главное, чтобы вы... умели... чтобы вы имели... адекватное представление о себе. Его у вас нет. Потому что оно сформировано неправильно. Его сформировала ваша мама... и ее... никакого ценностного... исприятия себя. У вас не может быть в принципе. Ну, опять... эээ... взяться неоскуда. не откуда взяться этому... этому... ценностному восприятию себя. То есть, здесь, соответственно, работа самооценкой. И... ориентирование, в первую очередь, на... на свои собственные ценности, на... свои собственные... на свои собственные... попередности... на свои собственные желания, на свои... стремления и так далее. Заметьте, не на стремление других людей, которые всегда и везде будут с вами, а именно на себя, на свои взгляды, на свои ценности. Это важно, это важно. Если этого вы делать не будете, то все навсегда так и останется. Все всегда, к сожалению, так и будет у вас. Но для этого нужны ресурсы. Для этого нужны ресурсы. И здесь, как правильно вам сказал мой коллега, что у вас всегда есть но. Но всегда есть но. Вы такое впечатление, что просто-напросто боитесь быть собой. Вы просто-напросто боитесь позволить себе то, чего вы хотите. Вот. И вроде бы вы и хотите, вроде бы вы этого и желаете, вроде бы вы к этому стремитесь, вроде бы, вроде бы, это вот ключевая особенность, вроде бы, но в то же время, когда дело никогда не доходит. И у этого есть свои причины. И дело здесь, конечно, в том, что у вас определенным образом, далеко не самым лучшим образом, складывались отношения, опять же, с вашей мамой, вот, с вашими родителями, которые, которые, ну, которые внесли вам, вот эти понятия о себе. Но, тем не менее, тем не менее, да? Значит, ага, дальше, дальше. Следующее. Это граница ответственности. Это граница ответственности. То есть, понимаете, вы все время пытаетесь, как бы, взять ответственность за то, что к вам вообще отношений никакого не имеет. Вот, вообще никакого. То есть, вы сами, вы сами определяете, на что вы хотите ответственность нести, например, а на что не хотите нести ответственность, например. Ситуация. Ситуация, к сожалению, получается так, что, ситуация складывается так, что вы постоянно, как бы, чешую ответственность на себя берете. Постоянно. Постоянно берете на себя чешую ответственность. 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 И, естественно, что чешая ответственность, если она у вас имеется, то она не дает вам какого-либо покоя. Она не дает вам сколько-нибудь адекватной позиции по отношению к, опять же, самой себе. Ну, нельзя вести ответственность. И за себя, например, и за других. Это невозможно. Вам нужно выбрать все-таки, за что вы не хотите ответственность. За что вы отвечаете. В первую очередь, вы отвечаете за себя. Надеюсь, что это понятно. Понятно. Вы в первую очередь отвечаете за себя. Хорошо. Если вы отвечаете в первую очередь за себя, то Тогда, если вы отвечаете за себя, то и нужно отвечать за себя, и нужно отвечать только на то, что относится именно к вам, и другую ответственность, другие аспекты ответственности, да? На себя не брать, потому что, беря на себя ответственность за, ну, вот за другое что-то, да, за, скажем, других людей и так далее, Вы ни в коем случае себе, себе на пользу ничего не делаете, в любом случае вы себе только вредите этим, То есть, граница ответственности, это самое главное, где моя ответственность, где ответственность другого, где ответственность другого человека? То есть, есть моя ответственность, есть ответственность, скажем, есть ответственность, скажем, допустим, моей маме, например, То есть, учиться говорить «нет», обеспечить себя возможностью говорить «нет», обеспечить себя вот этой вот необходимостью говорить «нет». И брать на себя только ту ответственность по факту, которая принадлежит вам. Установка границ ответственности, где ваша ответственность, где ответственность, скажем, ну, другого человека, да, Это принципиально важный момент, потому что если этого не делать, ну, ситуация будет всегда такой, что вы всегда, вот вы, я не побоюсь этого слова, Всегда вы будете в прогрессе, потому что люди, вот им стоит только дать, ну, вот, им стоит только показать, им стоит только дать понять, что вы готовы взять на себя эту самую ответственность, И все, все, и тут же, тут же, тут же, на вас будут наваливаться больше и больше и больше, потому что вы готовы. Вы готовы за все это отдуваться, вы готовы все это делать, вы готовы жить не ради себя, а не пойми, не пойми для кого. Ну вот, вот именно поэтому, именно в том, что вы готовы жить не для себя, а для других, и готовы шерпывать свои ответственности. Вот именно поэтому я вам и говорю, что необходимо вам там самой определить границы, границы своей ответственности и границы того, что вы будете делать один раз и навсегда. Далее, по поводу мечты. Ситуация с мечтой такова, что обычно, обычно, когда очень долго, вот, прямо, прямо, очень долго живота хочешь, ну, к чему-то сменись, к чему-то идешь, прямо, прямо долго очень идешь, вот, то, когда чувствуешь, что приближаешься уже к этому, начинаешь, начинаешь, появляется страх, появляется страх. Откуда страх? Так, из-за того, что мечта, к чему так долго пришел, окажется, в итоге, совсем, ну, не тем, совсем не тем. Чего ты ждал? Чего ты ждал? Чего ты ждал? На что ты надеялся? Чего ты хотел? Вот. Вы не понимаете, в чем дело? И мы можем говорить о том, что если человек о чем-то очень долго мечтает, и если перед ним появляется реальная возможность этой мечты добиться, до этой мечты дойти, то человек будет бояться и очень часто он дает и даже может, ну, как бы, как бы, вообще прекратить даже идти к своей мечте, потому что у него будет ощущение, что если он мечту свою осуществит, то все. Больше ничего не будет. Больше, дайте буду, больше ничего нет. За мечтой, за стремлением к мечте, больше ничего нет, совершенно. Понимаете? И, соответственно, это само по себе, ну, естественно, не может не пугаться, никак. Другое дело, что после мечты, после мечты всегда будет что-то еще, обязательно. После мечты всегда обязательно будет что-то еще, что-то новое, что-то за этим обязательно будет. Просто нужно сперва осуществить мечту. Понимаете, у вас в жизни было мало хорошего, и своими идеями, своими целями, ценностями вы не жили, скорее всего. А жили вы немножечко другими моментами. Жили вы, например, верой в лучшую, жили вы, например, надеялись на то, что уйдете наконец-наконец от своей мамы и так далее. Понимаете, а эти цели, они не совсем верны, они не благосрочны. Вот получилось так, что кроме этого у вас больше ничего нет, и, естественно, вы боитесь. В первую очередь, вы, конечно, боитесь потери своего смысла. Ну, в данном случае это нормально. Боятся потери смысла, в данном случае это нормально. Если с вами лично, лично, личностно поработать, то я думаю, что, я думаю, что вы сможете довольно легко и быстро. Ну, потому что вам довольно мало лет. Вы сможете довольно легко и быстро найти кто-то больше, чем тот, чем вы сейчас живете. Но для этого, опять же, нужно проделать все то, что я вам сказал. Это необходимо, необходимо для вас. Пожалуй, нет других способов выйти из вашего состояния, кроме как сделать то, что я сказал. То есть, именно работать так, как я описал вам, именно в этих направлениях. Как правильно сказал вам мой коллега. Личностная терапия. Личностная терапия – это то, что вам нужно. Это то, что вам нужно. Это то, что вам нужно именно, вот именно сейчас. Ну, какой вопрос в том, конечно, будете ли вы это делать. Будете ли вы этим заниматься. Вот, это уже другой вопрос. Потому что в вашем случае, ну, каким бы совет не был, в вашем случае, какая бы рекомендация вам не была дана, и, соответственно, в том, сколько у вас проблем, я думаю, что необходима терапия с психологом регулярно. И для меня, конечно, в этом случае остается только загадкой, почему вы не работали с психологом до сих пор. Так как с психологом работать вам нужно. Вы одинокий. Вы не можете налаживать контакт с людьми. Вы принижаете себя. Вы защищаетесь от возможного обесценивания вас другими людьми, проекциями на людей своих страхов. Вы, как бы, думаете, что люди будут говорить, вот у нее там недвижимость какая-то, она там все время куда-то что-то хочет и так далее. Вот. Вы проецируете эту проекцию, вы не можете решать за людей, что они подумают о вас. Это неправильно, это невозможно, и самое главное, что это абсолютно бесперспективно. Такая профессия ведет абсолютно в никуда, потому что так вы ни с кем никогда не сблизитесь. Это невозможно будет именно из-за того, что вы всегда будете знать, кто вам, кто, что вам скажет. То есть вы знаете, что вот, если я поделюсь с этим человеком, да, то он даст мне вот такую обратную связь, например. Если я поделюсь с другим человеком, то он мне даст вот такую обратную связь. А откуда вы можете знать, какую вам дадут обратную связь? А вы боитесь? Вы боитесь получить обратную связь. Опять же. А боитесь почему? Почему боитесь? Потому что не принимаете себя до конца. А себя не принимаете почему? Потому что вас родители не принимали. Потому что вы одиноки, потому что вам никто не объяснил, некому, некому вам было показать. Что, в общем-то, совершенно неправильно ваши позиции. Так что, я думаю, я думаю, что регулярная терапия вам обязательно нужна. Без регулярной терапии, ну, вам будет просто тяжело. Вот смотри, вот дадим вам какие-то инструкции, да, разберем, разберем, допустим, сейчас, у вас сейчас, ну, в принципе, я все разобрал. У вас там, у вас очень много таких, ну, у вас очень много таких вещей, да, которые, ну, являются очень предметными. Вот. Их я, естественно, не разбирал. Вот. Но, в целом, по смыслу, разбор-то был проведен. Вот. Вот. И вопрос, вопрос заключается в том, значит, что вы будете делать с этим. Вы понимаете? Так что, подумайте как следует, я не говорю вам, обязательно проходи терапию, конечно. Конечно, вот, вот это все на ваше усмотрение, безусловно. Но вам это необходимо, если вы хотите сами себе помочь, если вы хотите, чтобы у вас нормализовалась наконец-то жизнь, и чтобы те мечты, которые у вас есть, чтобы они наконец-то притворились в жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.